Как пионер, как это. Я тех выпусков. Энтузиазм по-советски переживают жители Андронова. Каждый день в клуб культуры. Он был закрыт 10 лет, ждал ремонта, а дождался, когда лопнуло терпение жителей. Именно они перекрыли здесь пол, покрасили окна, чистят стены. Здесь вот стояла какая-то топка. И из этой топки все дымило, все чернота, все сюда летело. Когда-то оно было прекрасное, мне кажется, а сейчас оно в ужасном состоянии. Его надо восстанавливать, оживлять. Сотни квадратов, но стройматериалы жители покупают сами. А вот на печку, даже БУ, у людей денег нет. Поэтому и появился проект краудфандинга, добровольных взносов. 220 тысяч рублей, собрана почти половина. Взамен можно вписать свое имя в историю села, купить открытку или украшение. Все ручной работы. Из отластных лент из органзы, бусинки делала своим детям. А тут кто увидели, попросили, вот сделаю. Бороться за село привыкли. Лишь так за год добились подключения нового насоса в водонапорной башне. По краевой программе «Сто скважин» его ждали к прошлому июлю. Вяло с продлением госконтрактов работы шли весь год. А люди набирали воду по ночам, днем напора не было. Зимой Марина Зюзляева, как и все здесь, топила снег. И писала письма. Появилась вода только этим летом. Мы настрадались, но честная слава, с этими бутылками. Мы каждую ночь набирали, полночи не спали. Это была вообще катастрофа какая-то. А пока была старая скважина, насос качал воду по капле и съедал электроэнергии на 20 тысяч рублей ежемесячно. Жители платили. Только дальше муниципального коммунального предприятия деньги не шли. К лету долг села достиг 200 тысяч. Прежде его помогали гасить меценаты. В этот раз вступились власти. После обращений. Ну, комхоз, они эти деньги не возмещали. Они на контакт не идут. На претензии на мои никак не отвечают, которые я им направляю. Помог район. Сейчас долго нет. На сегодняшний момент мы даже ушли в плюсы. Жители стоят горой за школу. Год назад, когда ее кровля протекла до первого этажа, люди слали письма, чтобы ремонт сделали. Власти района и края обещали открыть здание к прошлому сентябрю, затем январю, марту. Детей возили в школу в соседний поселок. В Андроново учебу возобновят. Осенью. Для начальных классов. Школу реорганизовали. Жители узнали об этом из таблички на здании. Директор школы утверждает, что у нас нет детей. Ну, как нет детей? Ну, 34 или 35 детей, это разве не дети? Я считаю, что у ребенка есть право учиться дома. Хоть сколько их там будет. Узнать позицию властей не удалось. Глава района Иван Диц через секретаря отказал нам в приеме. Тем не менее, андроновцы будут и дальше бороться за образование до 11 класса в своем селе. Говорят, таким сплоченным поселок не был никогда. Вдохновляет и то, что незнакомые люди помогают собирать деньги на ремонт клуба. Осталось 124 тысячи. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. Наш Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова